Катастрофически ничего не успеваю, сейчас принял тут соседи, делали групповую, групповой заказ с одной интересной конторки. Так, ну что, сдаётся мне то, что женской гениталией накрылась данная посылка, судя по повреждениям, а может быть и нет. А может быть и да, а может и это дворник злой, а может и не злой. Нет, представляете, живо-здорово. Так, откроем это и зададимся вопросом, как это туда вставить. Ну ладно, с камушками вроде разобрались. Тьфу, повеселее стоять стало, да? Давайте попробуем. Как тебя поднятишь? Ну это же вот так вот не должно быть-то. Ну честно, ну то есть вот как-то вот. Это неправильно. Как сделать так, чтобы оно стояло? Я подозреваю, нужен какой-то магнит. У вас нет случайно магнита? Магнит. Что нам с этим делать? Я подозреваю, нам с этим надо пойти к компьютеру, включить компьютер, поставить, воткнуть в USB-шку рядом и посмотреть, как это будет выглядеть. Пойдёмте. Итак, поставили мы всё это дело на стол, на столе вроде как всё это дело более-менее симпатично смотрится. На кнопочку можно использовать как подсветку, но с проводами надо понять, как разобраться. Ну и собственно говоря, включаем. Ну вот как-то вот... Вот так что-то происходит. Ребят, если честно, у продавца было два варианта. Первый вариант вот с этой пальмой и камушками. Второй вариант просто лампочка. А моё мнение, то что вариант просто лампочка будет более интересен, наверное. Потому что эти камни с данным фитилём, который забирает воду для того, чтобы её испарять, ну абсолютно ни к чему. Понятное дело, что это не какой-нибудь там бытовой там или не для комнаты вообще в целом, да. То есть там большую комнату он увлажнить не сможет. Но вот рядом с вашим там рабочим местом вотнуть его в USB-шечку, да. То есть, ну в принципе, почему и нет. Я не знаю, правда, зачем это надо увлажнять. Но, наверное, это полезно. В общем, если вам увлажнитель нужен, я рекомендую вот посмотреть ту версию, которая без камушек, без камушков и без пальмы. Потому что, ну в принципе, декоративность как-то вот пропадает. Так в целом всё работает, всё хорошо. Хотя почта очень сильно старалась всё-таки, чтобы это испортилось. Но у неё не получилось. Вот примерно так всё это дело выглядит. Пойдёмте дальше распаковывать.